Привет, вселенная! Это Сергей Ульянов. Так, сейчас мы поставим телефончик на штативчик. Ну-ка. Опа, неточки нет. Кнопочку. Ой, cancel. Да, господи, что ж такое? Еще раз ставим телефон на штативчик. Эта тема у нас будет про... Сейчас он перевернется, я его снова поверну. Такие вот у нас спецэффектики. Тема у нас будет про первый месяц в США. Да, я делился своими первыми впечатлениями о Лос-Анджелесе. Ну, вот первыми, да, за первый день. За этот тот самый сложный день, когда мне нужно было находиться на пляже, ночевать на пляже. Это я проверил, идет ли у нас запись или нет. Сегодня у нас 16 июля, на 10 часов 41 минута вечера. У вас на 10 часов больше. И мне хочется поделиться своими впечатлениями месяц спустя после выхода из детеншена. И, ну, впечатления, скажем-таки, я понимаю, что я не знаю еще об этом городе нечего. Я так много нахожусь в своем собственном бабле, да, нахожусь, условно говоря, в какой-то... По какому-то маршруту своему, собственно, двигаюсь, в котором говорить о том, что я знаю об этой стране, об этом городе, об этом месте. Быть слишком... Ну, слишком... В общем, все то, что не любит YouTube, вы любите, чтобы все это было очень громогласно, чтобы это было как-то громко, эпатажно, чтобы я тут сказал какие-то вот, какие-то прям прописные истины, что вот здесь вот так вот, здесь вот все вот так. Но если по правде говоря, то я как человек, который прислушивается к своему опыту, прислушивается, да, к своему внутреннему чутью, понимаю, что есть выводы, которые делать рано, да, но есть, да, это видео как раз-таки заключается в том, чтобы рассказать вам, как своим друзьям, да, что бы я рассказал своим друзьям об Америке за этот первый месяц, что вызвало у меня определенные какие-то эмоции, да, и что, собственно, позволяет мне двигаться дальше. Первая и очень важная вещь – это то, что ты... то чего ты правда не ожидаешь, это то, что вот это та самая... вот это та самая культура... how are you, да, вот как она работает, да, ты здесь на самом деле постоянно сталкиваешься с тем, что люди спрашивают, как у тебя дела, они говорят, oh, I'm so appreciate what you're... I'm so appreciate you, там, учитывая, там, условно говоря, что там, oh, let's have a talk about it, или задают вопрос и не слушают ответ. На самом деле здесь очень много действительно таких вот вещей на уровне культуры поведения, связанных с позитивными впечатлениями, то есть улыбками, которые под собой несут только этикет, да, то есть вопросы, которые несут под собой только этикет. И многие люди к этому точно так же относятся, но когда ты приехал из другой страны, с другим менталитетом и не привык к такому количеству вводных, просто позитивных слов, тебе это кажется несколько, ну, то есть каким-то лицемерием, то ли я даже не знаю, как это правильно назвать, но я всегда понимаю, что мне нравится видеть улыбки, и это правда, когда ты, я проезжаю на велосипеде, я правда вижу людей, которые там, например, я еду, там, человек мне навстречу идет, он просто улыбается, ну, то есть он может этого не делать, по большому-то счету, да, и когда он тебе улыбается, ты улыбаешься в ответ просто непроизвольно, и в следующий раз уже, когда тебе навстречу идет человек, который еще не успел там обратить на тебя внимание, ты уже идешь и улыбаешься ему навстречу, это работает магически, я не знаю, как это происходит, правда, ну, то есть оно тебя очень сильно заряжает, и, конечно, когда речь идет про какое-то общение с незнакомым кругом лиц, здесь очень часто можно услышать из серии, «I love you», и это будет не значить ничего, ну, то есть это просто говорит о хорошем отношении к тебе, но, то есть вот эта вот та любовь, та, да, вот то, что мы вкладываем в это слово, в эту фразу «I love you», она абсолютно другая, да, другая энергетическая какая-то привязка, и здесь, на мой взгляд, сказать «I love you» можно поступками, да, здесь больше ценится, ну, то есть если слова уходят на какой-то такой более поверхностный уровень, то поступки всегда говорят об этой ситуации за тебя, да, и ты здесь можешь увидеть прямое отношение именно делами, и мне это очень сильно близко, да, то есть получается словами тебя поддержали, ну, и если делом ситуация обернулась тоже позитивно, то и делом тебя поддержали тоже. Что еще? Конечно, вот это первое ощущение того, что здесь все происходит как бы якобы понарошку, то есть вот все слова, которые произносят понарошку, ты сначала немножко торопеешь от этого, но в какой-то момент ты очень сильно сам включаешься, я заметил, что я уже даже когда общаюсь со своими друзьями из других стран, я тоже уже начинаю в это включаться, но, скажем так, это, конечно же, какой-то микс между культурой, которой ты уже привыкаешь здесь и твоим личным отношением к этому. В принципе, если так сказать, я стараюсь всегда относиться к чужим сложностям, к чужим переживаниям так же, как и к своим собственным, да, и особенно если это близкий круг, ты понимаешь, что когда тебе какой-то человек говорит о каком-то сложном происшествии в своей жизни, ты так думаешь, сначала из серии «мне очень жаль», а потом я начинаю думать о том, что если бы это была, там, не знаю, человек был моим братом или моей сестрой, что бы я сказал тогда ему, да, или вот когда происходит день рождения у человека, с которым ты, по сути, общаешься два раза в год, ты думаешь о том, что ты же поздравляешь его, потому что не просто так, потому что у тебя есть какие-то, есть какая-то причина, по которой ты внёс этого человека в календарик, даже если вы уже общаетесь два раза в год. Я тогда начинаю вспоминать эти причины и желать, может быть, даже почаще общаться или что-то вот в этом роде. Поэтому в этом смысле, конечно, американская система взаимоотношений была мне близка и до этого, но всё равно привыкнуть к ней я постоянно привыкаю, не могу сказать, что вот за месяц я уже к этому привык, но я заметил, что людей очень сильно прикалывает, когда ты на самом деле начинаешь им рассказывать, как дела, а потому что ты привык всё-таки отвечать на эти вопросы, и их прикалывает это, и это становится твоей личной фишкой. Кто-то над этим смеётся, но во всём, в этом есть какая-то твоя personality, да, то есть каждый человек может то, что мы, там, кто-то может воспринимать, ну, то есть если это как недостаток наш, да, то каждый человек может в этом увидеть своё преимущество, и здесь главное не нести, здесь главное не нести, ну, как бы самому себе, не ставить рамок каких-то, да, если, там, условно говоря, там, когда я приехал в Америку, я очень сильно хотел взять псевдоним, потому что у меня есть мой никнейм Рэй, который я использовал ещё в начале своей музыкальной карьеры, и выходил, у меня треки выходили под этим наименованием, под этой трековой маркой, и я когда думал, когда приеду в Америку, что я уже своё имя поменяю Сергея на Рэй, и у меня сразу он станет, ну, то есть я как-то вот больше в эту культуру американскую погружусь, но в процессе я понял, что моё имя Сергей здесь нравится всем намного больше, просто потому что оно необычное, непривычное, его редко слышат, но его легче произносить, чем Рэй. Я не знаю почему, но как-то я это заметил ещё в Мексике, что я тоже говорил, можете назвать меня Рэй, но все сразу Сергей, Сергей, Сергей. И как раз-таки здесь вот речь идёт о том, что то, что вам кажется порой каким-то там вот, да, чем-то из ряда вон выходящим, непривычным, может показаться вашим преимуществом, вас проще запомнить, и это важно. Что ещё, какие выводы я сделал за месяц? Честно скажу, что спустя вот месяц всей этой документальной мороки, всех этих блужданий по кабинетам и всего прочего, висения на телефонных линиях и общения с людьми, я для себя сделал такой вывод, что часто, да, там, находясь в той же, в том же, я не знаю, там, я ходил в музей Гетти, один из самых известных мировых музеев, на самом-то деле, особенно в этой части Америки, это один из самых больших музеев, и я был там на Аллее Славы, и когда ты туда приезжаешь, ты понимаешь, что это Аллея Славы, и она может быть в абсолютно любом городе мира, ну, то есть это просто звёзды на асфальте, ничего особенного не произошло, ну, то есть такую аллею можно, произвести, ну, я имею в виду, какого-то подобного уровня, да, культурно, как это правильно сказать, в общем, туристическую ценность, да, можно создать в любом городе, она может быть любой, я вот вспоминаю сейчас, как в Бресте, да, есть вот эта улица пешеходная, по которой каждый вечер поднимается туда человек, сжигает фонари с керосиновой лампой, да, ну, в общем, это, это очень красиво, и это нисколько не хуже, и не лучше, чем вот эта Аллея Славы, это по-другому, да, но это своя особенная ценность, и она не проигрывает Бресту, и не выигрывает у Бреста, это две разных, на мой взгляд, абсолютно равноценных, красивых, туристических ценностей, и, например, когда ты звонишь в какие-то службы поддержки, ты сталкиваешься с такими же людьми, которые работают так же и хорошо, иногда не очень в любой стране, ну, то есть, есть классные менеджеры, есть не очень, есть люди, которые тебя отправляют и не хотят тебя слушать, есть те, которые к тебе прислушиваются и проявляются участие, или, например, вот я говорил о том, что нашел курс английского языка бесплатный, но по большому-то счету вы можете найти, если сильно захотите, бесплатные курсы языка в своем городе, не выезжая, не уезжая из-за этого, там, да, в Америку, понятное дело, что я уехал, это не ради курсов бесплатных английского языка, да, но я говорю о том, что все хорошее, есть, ну, то есть, я здесь веду к тому, что не стоит преувеличивать какие-то ценности Америки, Америка – это отдельная страна со своей культурой, со своими ценностями, которые мне очень сильно близки и понятны, но если у вас есть цель переехать просто для того, чтобы здесь получить как что-то особенное, то, прошу прощения, хочу сказать точно, что если у вас нет притеснений в вашей стране, если у вас, как у меня, если вас не избивали, или там за ориентацию, или за ваше политическое мнение, если вас не пытались притеснять, то если вам живется комфортно в той, в том, ну, то есть, если вы комфортно устроились, если у вас нет никаких, ну, там, грубо говоря, внутренних переживаний на тему того, что вам политика государства никаким образом не мешает в нем жить, то вы точно не получите в Америке чего-то большего, чего вам не хватало. Здесь действительно есть, там, магазины, там, для меня очень важные, там, там, винила, там, я не сколько там хочу себе их купить, сколько мне приятно просто находиться в таких магазинах, просто трогать, вдыхать эти запах, этот запах бумажной полиграфии, то есть, ну, просто я с детства люблю вот это все, и понятное дело, что для этого достаточно просто туристам сюда приехать, но если ты хочешь находиться в стране, в которой ты можешь спокойно выражать свое мнение о любом, о любой детали, которые тебя в этой жизни беспокоят, если ты не боясь о том, что тебя за это арестуют, да, если ты чувствуешь себя защищенным здесь, то, конечно, это место для тебя, но я могу точно сказать, что то, что я заметил, это то, что люди, которые жили в России, которые жили в Беларуси, из тех, кого я знаю, с такой упорностью, с таким упорством, пытались себя реализовать, с таким количеством трудностей, преград, которые возникали у нас там, вот с этим упорством, здесь, в Америке, ну, так как уровень жизни намного, ну, скажем так, если у каждого человека есть свой дом, машина, да, какие-то базовые потребности закрыты, человек работает в более спокойном режиме, это нормально, это логично, да, и когда человек уже какие-то базовые ценности закрыты, он начинает копать в другую сторону, да, и наши трудяги здесь смогут в кратчайшие сроки добиться больших результатов, это очевидно невооруженным взглядом с нашей трудоспособностью, и это то, то, что я сразу заметил, когда сюда приехал, то, что здесь, если ты хочешь чего-то добиться, люди из наших стран, которые привыкли по три работы иметь, здесь их труды будут вознаграждены, это, это факт. Что еще я в этой стране увидел? Да, действительно, не нужно, не нужно ну, как бы идеализировать, здесь есть свои, здесь есть свои какие-то косяки, там, я не знаю, ты можешь час висеть на телефонной линии в ожидании оператора, в социальную службу, потом может разговор просто прерваться, и ты звонишь заново, или ты, я не знаю, ты идешь по улице, там, я не знаю, я увидел надпись Hollywood Broadway, да, огромная надпись, где-то на холмах, и буква H в слове Hollywood просто не горит, ну, вот, как будто ты идешь и увидел какой-то супермаркет, там, суперпровод, я не знаю, магазин по улице в Минске, у которого не горит одна буква, а ты понимаешь, что это Бродвей, Бродвейский, ну, Болливудский Бродвей, да, и тут как бы одна буква просто не горит, да, и ты понимаешь, что и как-то, ну, вот живет вся страна с, в смысле, живет город с одной из крутейших достопримечательностей города, вот, в котором не горит одна буква, ну, то есть, не нужно ничего идеализировать, да, или вот ты, я шел по улице, там, где вот Аллея Славы, да, и на одной из звезд, я уже не посмотрел, чье там было имя, просто был навоз, лошадиный навоз, видимо, проезжал какая-то лошадь, я не знаю, это была конная полиция, или что это было, в общем, на одной из звезд был просто лошадиный навоз, и от меня есть фотка, в общем, ну, как бы, не нужно ничего идеализировать, Америка страна со своими классными возможностями, и классными тоже какими-то смешными такими вот незатейливыми штуками, которые могут быть абсолютно в каждой, в каждой любой другой стране, поэтому порой ты думаешь, когда ты смотришь на это, думаешь, какой же, какой же невероятный, какой же, какой же невероятный потенциал есть и в Беларуси, в моей, и в других странах, в которых, к сожалению, только вот с точки зрения какого-то отношения государственной политики или менталитета в целом людей не получается найти вот то, что могло бы там сделать фильмы отдать свои фильмы в мировой прокат, которые были бы наравне с Мстителями и прочими франшизами, которые там покоряют мировые чарты киноиндустрии, да, то есть это возможно, это возможно было бы где угодно, но это уже вопрос менталитета. и государственного строя, ну то есть более глубокий, который я, к сожалению, не могу никак анализировать, я не знаю, как это можно объяснить, но точно хочу сказать, что просто так, вообще, в принципе, моя позиция ничего не делать просто так, ну то есть никуда, ну то есть я сюда уезжал для того, чтобы закрыть свои главные потребности, да, быть счастливым, свободно выйти замуж, создать брак, создать семью, и так уж получилось, что в Лос-Анджелесе, в этом замечательном месте еще и находится Голливуд, да, то место, в котором я мечтал и хотел всегда работать, ну и раз уж так, то почему бы не реализовать эту мечту, поэтому как вы понимаете, впечатления, ну такие, да, то есть везде есть что-то свое хорошее, везде есть что-то свое хорошее, вот, везде есть какие-то свои недостатки, вот, но вот на каком-то более высоком левеле, более глубоком, тут нужно понимать твое внутреннее к этому отношение, чем тебе близко нахождение в этой стране, чем нет, ну и я еще ничего не видел в Лос-Анджелесе, вот, надеюсь, у меня скоро появится возможность как-то еще что-то новое посмотреть, потому что разные районы Лос-Анджелеса это абсолютно разные истории, это я уже понял на этих выходных, оказался в Санта-Монике и думал, что я уже составил свое впечатление о Лос-Анджелесе, оказалось, что я вообще ничего еще не знаю про этот город, разные районы, там прям совсем какая-то другая атмосфера своя, и там очень классно, поэтому ждите следующих обзоров, как это будет, как будет меняться мое мнение, впечатление, я думаю, что сколько людей столько мнений, если вам зашло это видео, подписывайтесь на мои соцсети, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, много чего полезного у меня есть в Телеграме, в Твиттере, слушайте мою музыку, и она есть в других соцсетях, тоже все ссылочки в описании, увидимся с вами завтра, новое видео, новая тема, новый день, и пока, вселенная, с вами был Сергей Вильянов.